Всем привет, меня зовут Ксения. Очень извиняюсь, что сегодня такой звук для видео, но я не придумала, куда поставить микрофон. За то, чтобы компенсировать, я создаю вот такую вот празднично-новогоднюю атмосферу. Никто же не против, что у меня сегодня шапка не панды? Нет. В общем, друзья, с учетом того, что приближается новый 2020 год, новое десятилетие, я хочу вам посоветовать, порекомендовать уже сейчас думать о своем будущем. Уже сейчас поставить себе цели на предстоящий год и начать действовать в ближайшие часы. Все мы прекрасно знаем, что любой из нас может добиться того, чего он хочет, и человеческие возможности безграничны. Но, как правило, все самое сложное скрывается за тем, чтобы правильно поставить свои цели. В этом видео я вам хочу рассказать, как же правильно поставить и сформулировать свои цели, чтобы легче было их достичь. Смотрите, уже на протяжении нескольких лет я планирую каждый свой год. Я выписываю каждые 31 декабря свои цели, и, как правило, практически все они у меня достигаются. Все мои цели связаны с финансами, с книгами, с прочитанными, с какими-то достижениями и так далее. И я вам скажу, что когда у вас это все на бумаге, это все достаточно просто и легко. Все не так просто. Первое, что нужно сделать, это выписать свои цели на листочек до 10. То есть у вас есть 365 дней и 10 целей, максимум 10, не больше. Желательно, чтобы было примерно 5. Чтобы ваше подсознание и ваш мозг мог фокусироваться на главном. То есть берете листочек, лучше блокнотик, берете ручечку и начинаете выписывать. Например, у меня была цель купить квартиру. Я выписывала себе на листочке. У меня есть квартира в Москве более 60 квадратных метров, двушка. То есть я расписала все четко прям. Какая у меня квартира, сколько квадратных метров, где и так далее. У меня все было продумано до деталей. И все свои цели, которые у меня были, я расписала так же. То есть в настоящем времени, что это у меня уже есть, что я этого уже достигла. И конкретно чего достигла. То есть если вы говорите там, я хочу машину, вы должны расписать там. Я хочу себе Lamborghini Aventador с желтого цвета, с дисками 20 радиуса и так далее. Если вы ставите себе цель, вы должны конкретно расписать, что и как. Все ваши цели, которые вы напишете, вы должны сами верить, что вы достигнете. То есть не нужно писать то, во что вы сами не верите. Да, это так, все верно. Да, человеческие возможности безграничны, но для этого нужно видеть и визуализировать. То есть чтобы у вас это было, вы должны поверить, что у вас это может быть. То есть вы расписали цели, вы поверили, что у вас это может быть. Дальше переходите к следующей задаче. Берете каждую цель и расписываете ее на подпункты. Чтобы достичь этого, надо сделать то-то, 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 то-то. Несколько шагов к достижению этой цели. Вот когда вы начинаете куда-то далеко ехать на машине, на автобусе или так далее. Берем машину по трассе, вы едете на 2000 километров. Всегда, когда вы едете, вы же раскидываете, вы же знаете, что у вас должны быть там, там и там остановки. Вы всегда в голове у себя прикидываете, что так, 2000 километров я сразу не поеду, но если я раскидаю промежутки по 200-300 километров, будет достаточно легко. В принципе, с вашими целями так же. Раскидываете цель на маленькие подпунктики и маленькими шажочками двигаетесь вперед. Следующий немаловажный пункт – визуализация. Визуализация – это то, что реально работает. То есть вы хотите машину, вы хотите квартиру, вы хотите много зарабатывать, у вас стоят такие цели. Берете и визуализируете. Каждое утро просыпаетесь и представляете, буквально на протяжении 1-2 минут вы представляете, что у вас это уже есть. Каждый день в течение всех 12 месяцев. Вы просыпаетесь и буквально минуту-две тратите на то, чтобы прочувствовать и представить тот момент, когда у вас есть то, что вы себе запланировали. Во-первых, ваше подсознание, оно настроится уже на то, что у вас это есть. Ваше подсознание уже поверит в это, даже если вам с трудом верится в то, что вы достигнете, ваше подсознание уже будет в это верить. Ваш мозг уже будет концентрироваться на этих задачах. И даже когда вы будете спать, ваш мозг будет думать о том, как решить ваши задачи, как достигнуть ваших целей. Хорошая мысль. Дальше. Согласитесь с тем, что визуализации крайне мало. Вы расписали каждую цель и поставили по цели, под пункты. Все, начинайте действовать, постоянство усилий. И есть такое понятие, о котором постоянно говорил Дональд Трамп. Посмотрите, кем стал Дональд Трамп и подумайте, нужно ли и можно ли верить этому человеку. Хороший такой, не стыдный. Все, каждый день, хоть чуть-чуть времени тратьте на то, чтобы достигнуть загаданного. Чтобы достигнуть то, что вы реально хотите всей душой. Поверьте, если вы начнете действовать, если вы будете визуализировать и верить в то, что у вас будет это вот у вас, то, что вы миллионер, миллиардер и так далее, у вас это действительно будет. Я даже не знаю, что мне еще добавить. Все основные пункты, в принципе, я вам рассказала. Ну, могу еще добавить такую вещь, что благодарите Вселенную за все, что у вас есть. Все, что вы видите вокруг себя, постоянно в голове думайте, благодарю тебе Вселенную за то, что у меня это есть. В принципе, наверное, все. Пишитесь в комментариях, кто досмотрел это видео до конца и кто распишет себе цели на 2020 год. Также напишите о том, что вы хотите больше всего получить в этом году. И просто начинайте действовать. Пересмотрите это видео, законспектируйте, поймите, у вас есть еще время, у вас есть еще несколько мгновений, чтобы успеть запланировать весь следующий год. Чтобы успеть запланировать свое успешное будущее. В общем, все. На этом видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальцы вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения. Всем огромного профита. Всем-всем-всем пока. Пока.